От героев Этот вечный огонь Нам завещанный одним По их груди храбит Посмотри на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Он застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю В противне двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России с семьи такой Где б не памятен был свой герой При глазах молодых саура С фотограмми уставших глядя Этот взгляд словно выше суд Ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни залгать, ни обмануть Ни слути смехнуть Те, кто брал Берлин Те, кто брал Берлин Мы обязательно сегодня вернемся к военной тематике Но сейчас песня, которую я хотел бы поприветствовать в ваших северном зале Песня называется «За единый дух» Потому что сейчас эта тема наиболее, наверное, актуальна Поскольку кое-кто пытается разделять, властвовать В истории мы все это видели Поэтому давайте объединяться за единый дух Вроде все улажено Зло на цель посажено Только, братцы, как же нам Дух не растерять Если судьбы выбраны Билетени выданы И вперед На выборы Судьбы выбирать Только судьбы разные Чистые и грязные Белые и красные А ну-ка, примири Зевер с прокурорами Кэрол с беломорами Друзья, а скоро ли мы духом воспарим? Свежая селедочка Да грибок под водочку Да в огнем высоточку Да не под одной Чтобы войны нам не было Что хватало хлеба нам Что хранило небо нас На земле родной Чтобы войны нам не было Что хватало хлеба нам Что хранило небо нас На земле родной А земля у нас одна, да только многое надавна, Духа, чтоб сушить до дна соточки свои. Годы дури умаются, копия ломаются, Так и продолжаются каждый день бои. Годы дури умаются, копия ломаются, Снова продолжаются каждый день бои. Удемли в стороночке со звеной печеночкой, Смутной самогоночкой, А на рынце пух. Или увидимся же мы не кривыми рожами, А встанем непохожие, но заеденный дух. Или увидимся же мы не кривыми рожами, И обстанем непохожие, заеденный дух. Заеденный дух. Заеденный дух. Заеденный дух. Заеденный дух. Заеденный дух. Театр. Великолепный. И фактически все спектакли я пересмотрел. Это был конец 90-х. И очень мне понравилась там мысль, которую высказал Константин Райкин. Вот скажите мне, пожалуйста, какой самый гениальный актер? Кто? Как вы думаете? Есть версии? Активней, друзья мои. Ну что вы? Просыпайтесь. Кто? Иисус. О, так, да. Понятно. Что-то нас... Эк куда вас повезло. Да. Ну, смотрите, что. На самом деле, Константин Райкин говорил вот как. Говорит, самый гениальный актер – это внезапно открывшаяся дверь. Потому что, какой бы актер ни был на сцене, как только открывается дверь, что делает зал весь? Понимаете, да? Я намекаю. Закройте, пожалуйста, этого актера. Если нет, трудно. И того тоже. Обе. Обе, да. Да. Ну что ж. И мы движемся дальше. Следующая песня. У меня такие воспоминания с ней всегда светлые. Но вот крайний раз я ее пел в Республике Мушетия. Я представлял Ростовскую область на таком большом всероссийском фестивале работников искусств. Назывался этот фестиваль «Города воинской славы». И вот в Ингушетии, в Назране я исполнил эту песню, которая называется «Я не видел войны, но я помню». И поэтому сейчас мы так протянем ниточку между Назране и Ростовом-на-Дону. Итак, нашему городу замечательному и всем ветеранам дай Бог здоровья. Ну а кого нет с нами, вечная память. Я не видел войны, но я помню, что нас мелко пришли, чтобы я жил, прижимаясь к броню. Я не видел войны, но я знаю, что на фронте мой дед воевал, и не только 9 мая. Я о нем по ночам вспоминал. Я не видел войны, но я вижу, как погиб неизвестный солдат. Я не слышал войны, но я слышу, слышу обрек, ни шагу назад. До сих пор ноют старые раны, крепость бред, все цвета полевые. И уходят от нас и векраны, оставаясь на веки живым. Не запомнит нам их поимен нам. Но liquоны «запомни» должны. Как они целовались на нем нашего непобедимых странах Как они целовались на нем на нашей непобедимой Непобедимой нашей, Непобедимой, Непобедимой нашей страны. Я не видел войны, Но мы помним. Спасибо. Ну, мои такие родовые корни. Донские казачьи и белорусские. И, как известно, все началось в Белоруссии, Вторая мировая, Великая Отечественная, вернее, не Вторая мировая, конечно. Великая Отечественная. И эта песня, монолог, называется он «Брестская крепость. Рядовой Иванов». Это, знаете, так я подумал, что бы сказал человек, который погиб, буквально пять минут повоевав. Этот монолог первого погибшего, называется «Брестская крепость». Я погиб, наверное, первым утром, Летом сорок первом. Помню танк на башне крест, Помню грим за нами Брест. А я рванулся из окопа, И на танк шалишь Европа. Но ж ты помни, древно ложь, Железяку не протканешь. А пулеметчик шпарил зорко, Задыбилась им на стерка, На груди и на спине. Вот и все в конец войне Превратилось сердце в кашу, Вспомнил батю и мамашу, Поскользнул за юбал, Пять минут воевал. Вот не тратил я патроны, В интересах обороны, Под Ростовом, под Москвой, Был уже я не живой. Не форсировал я огер, Променяв на пуре орден, Много ли кто в моей вины, Что не видел я воевины. Так и не забудь, Россия сына, В сорок пятом у Мерлина. И в другие времена, Только память нам сына, И в другие времена, Только память, Только память, Это память нам нужна. Внимание, Владимир Москва, Заявление Советского правительства, Раждане и граждане Советского комитета. Сегодня 22-го дня 15-го утра, Всем объявления войны, Ярландские войска напали на нашу страну, Атаковали наши границы, Обновленные места, Мы подъезды, По дороге, И дорога, И горячим, Милы, Севастопы, Сауна, И другие. Нам дороги эти позабы нельзя, Будем помнить. Еще несколько песен, Из Барсюита и Загома, Который называется «Я не видел войны», Но я помню. Это такие монологи персонажей, Вот один из них, Гвардии майор Петров, Красноярск, 1993 год. Как в одном полку по литру, Презирая страх и испуг, Вел бойцов к груди не щадя, Под свинцовой каплей дождя. Дождь христал не из-за благов, А из автоматных стволов, И не жажду дождь утолял, Закалечил и умертвлял. Первый в рукопошном бою, Впереди в погодном строю, По литру кто-то подвиге попал, И на минус фронте упал. А в другом полку по литру, Был отец солдатом и друг, Он с примерным рвеньем служил, А вот в бой по литру не спешил, Все стремился он по делам, Отлучиться или по пилам, Проводить курс партии в жизнь. И вполне получалось, Кажись, Поручил он пару наград, Посетил победный парад, Диво лишь, что остался живой, Ведь в тылу не на передовой. Два полка, два политрука, Рассуждать легко с высока, Только помнят фронтовики, Были разные политруки, А столь не в том, кто пал, Кто живой, Кто полковник, Кто рядовой, Но расскажут фронтовики, Были разные политруки, Расскажут фронтовики, Были разные политруки. У меня в армии был замечательный политрук, Алтайский такой майор, Развущокий майор Левин, Да, Вот видите, сколько лет прошло уже, сколько, В этом году 25 лет уже прошло, Как я демобилизовался, Ла-ла-ла, А годы идут, Но ничего, А память остается. Следующая песня, Тоже такая персонажная, Называется она «Гаврилов». Предистория такова, Мне рассказал эту историю Мой отец, Давным-давно, А ему рассказал фронтовик. Мам, по-моему, Морозов, да? Фамилия? Помнишь, Морозов или Мороз? Абсур рассказал эту историю. Морозов, да? Фронтовик был. Вот. И вот такую рассказал историю, Как политрук, Сам того не зная, Командир, да? Спас жизнь. Я, естественно, Как поэт, Как не Акын, Который что видит, То и поэт. Поэтому, конечно, Я что-то дофантазировал, Но в целом, Я передал вот саму эту историю. Итак, Гаврилов. На высоком хургане Был устроен привал, Было жарко кольф в паре, Когда полк штурмовал Трое суток высоты Украинской земли, Две пехотные роты Целиком полегли. Пляжки мы осушили, Закусили байком, Костерок совершили И уселись кружком, Ты печальник лупился И окуривал круг. Лишь один веселился, Зубоскал, Политру, Он травил анекдоты, Он нам души травил, Две ж пехотные роты Утонули в крови. Политру, Балагуреву, Вечнишок развязал, Ну-ка, Горитых них покурим, И трофейных достал. Но на всех не хватило, Как всегда на Руси. Он мне крикнул, Гаврилов у соседей спроси, Отбежал шагов сто, Я слышу взрыв за спиной, Дело в общем простое, Здесь, на передовой. Оглянулся я, Ахнул, Гансов, Матом, Броня, Ведь в старяшем дарахну, В ста шагахах Я не знаю, Предсказать после боя, Кто бы мог, Кто бы мог, Попадание прямое В костер, Беспятежно лежал он, Без ноги и без рук, Сделал зубы мазка, Зубы мазка по ветру, Не открыл он мне тайны, И не выдал секрет, Спас меня он случайно, Или все-таки, Не открыл он мне тайны, И не выдал секрет. Нет. Спасибо. Ну а сейчас песня, называется, Отцовская ложка. Это тоже такая история, Почти не придуманная, Поскольку все, Все события, Которые там есть, Имена, Они полностью Соответствуют действительности. Ну и единственное, Что я сделал, Это перенес действие На много лет назад, Поэтому, Николай, Мы в этот микрофон, Сейчас поработаем. Я хочу быть вам поближе. Не возражаете? Так реагируйте. Нет. Нет. Она такая семейная песня, Поэтому, в принципе, Знаете, Вот, увидим глаза друг к другу. Хорошо. Раз, да, да, да. Поехали. Поехали. Итолица Иногда Хочешь вспомнить, Да где там Все забыл, И обидно Да слез. Но отцовский урок Этикета Чершу свою жизнь, я Пронес. Я тянулся за рыхлой картошкой Отец, врача, вверх молит, Прилупил меня полбушкой, Чтоб вперед батьки в пекло не лез. А потом он дымил хозьей ножкой, Мама нитку вдевала в иглу. Возле печки мурлыкала окошко, Все довольны, а мне стоя в углу. Славка лез головою в окошко, Дядя Федя, а выйдет Сергей. Батя в щуре скриктил, Я Сережку наказал, Он в углу лихадей. Я с тех пор на блины, на окрошку Не набрасывался, как балвес. Удивленно мяукал окошко, Оказалась волшебная ложка, Но однажды отца я немножко Огорчил первых в пекло полец. В сорок третьем по лужье в окошко, А наша рота в охоте ничком. Я на брусве, как гриб из окошко, Сделал шаг, да свинцовая мошка Покусила под правым ребром. В медсерфан увозили на дружках, Рядом батя сидел и криктил. Эй, забыл ты, сынок, поневошку, И дымил, и дымил козьей ножкой, И глазами строго глядя. Иногда хочешь вспомнить, да где там? Да где там? Нет. Ну а следующая песня это Это песня, которая называется «Журавли над Россией» или «Не вернувшимся». Те, кто из Ростова, те, кто из области, прекрасно знают этот памятник. На одной стороне пятерка журавлей, на другой стороне как бы застыла в каменном ожидании мать. Это был конец 80-х. У нас была такая московская, такая ростовская команда. Я помню, был Буйнов, была Наталья Гулькина. И мы ездили, был день «Шахтера», и мы ездили там под Гуково, Зверево, Новошахтинск, Новошахтинск. И вот я увидел этот памятник. И тогдашний мой продюсер, как сейчас говорят, ну а, в общем-то, замдиректора Ростовской филармонии, замечательный человек, Яков Аршакович Кюльян, который вот так буквально выводил меня на сцену, утратил очень много своего драгоценного времени на то, чтобы каким-то образом мне состояться. Вечная ему память. И я помню, что буквально вчера, сегодня 11, 10 апреля, я помню, что у него день рождения. Вот. И он мне рассказал эту историю. Я написал песню, которую уже в Новошахтинске спел. Я помню, что у нас там вместо сцены, это была центральная площадь, и вместо сцены, знаете, грузовик. Тогда вот эти вот большие вот эти порталы звуковые, их привозили из Москвы трейлерами, потому что оно в Ростове было в большом дефиците, а сейчас как-то все есть. И вот этот грузовик, оп, и он превращался в сцену. И вот я никогда не забуду, конечно, вот это огромное-огромное море и премьера песни, которая называется «Журавли над Россией». Пятерых сыновей на войну проводила, Тайна перекрестила, чтоб остались в живых. Каждый день на другу она выходила и ждала возвращение всех. Пятерых сыновей по ночам не спала и станала негромко, как молитву твердила имена сыновей. Ведь поверить она не могла, тем идти похоронкам, что принес почтальон с интервалом полмесяца. Журавли над Россией летят, словно души погибших солдат. Сколько лет по своим сыновьям плачут матери взгляд шуравлям. Возвращаясь кто целый, а кто и без рук, и без ног. Отдавшие жизни в сражении летом Журавлями летели туда, где родимый порог на восток. И увидела мать, и киры журавлей над поселком, Они к ней, как руки, тянули крыла. Улыбнулась старого, не верила ж я похоронкам. Слава Богу, живы, но здравствуйте, я так ждал. Тишину всколыхнули слова те простые, Словно вдруг на руси созвонили все колокола. Журавли над Россией летят, словно души погибших солдат. Сколько лет по своим сыновьям плачут матери взгляд шуравлям. Журавли над Россией летят, Ну и хватит матерейских связок. Ну что ж, пришло время взбодриться. Сейчас край-то у нас казачий. Так, да? Ну вот, отлично. Значит, споем песню казачью. Донская казачья. Рыскали стражники царские, Выли волками, Души хватали бунтарские, Да взабыкали. Ой, на камень нашла коса, Сдайся корона, Волею дышит любой казак с тихого дона. Волею дышит любой казак с тихого дона. Ой, не надо, братцы, Горьба, Мы любое горе перейдем уже. Ой, не надо, братцы, Руки опускать. Эээээээ, Лучше родине послужи. Нетicornids Начни, что верней, что ты дождёшься И, конечно, и морозы, и коней Пусть повесутся, Пусть повесутся голубом ты, Тот, что ты не устанта, Что не бывает нам голубами у боссумана. Что не бывает нам голубами у боссумана, А ух, холест из лёдра пе, Макатама. Выданы, не небы свободными, эй, выгадай, мама. Выданы, не небы свободными, эй, выгадай, мама. Полные грады, ура, чудо-примета. Значит, вернёмся мы в полтора вместе с победой. До срочи вернёмся мы в полтора вместе с победой. До войны, не надо, братцы, горько. Мы в поле, горя, не берёжим. Мори, не надо, братцы, руки опускайся. Лучше родине послужим. Лучше родине послужим. Лучше родине послужим. Это такая заключительная песня. Это монолог старшины Юрьева на... Вот уже в двух шагах от Рейхстага. Лучше родине послужим. Подам салют и дома, и сладкая из дома, Если жива жена. Ну я пока ответы на письма получаю. И в каждом, что скучает, проклятая война. Победа ближе шага. Рейхстаг вон перед нами. Как охрегата знамя. Нам командир кричит. А на груди медаль от лагеря. А под медалью бьется сердце. И от волнения сердце. Как пулемет стучит. Надо спешить, чтоб не опоздать. Кому-то стрелец, а кому-то звезда. Выживу, нет ли, не буду гадать. Главное, что я пришел побеждать. В полшаге от победы нас очередь Прижала к земле. И задержала на целых пять минут. Я боем разогретый. Под шквал свинцою вышел. Но падая, я услышал. Капун. Гитлер. Капун. И вот она, победа. Я не убив, я ранен. И на трех столкан с инамя Увидел я ура. Я после лазарета вернусь домой героем. Жена стол накроет. И точно, до утра. С милой моей мы не уснем. А сына в честь деда мы с ней назовем. Что будет дальше, не буду гадать. Главное, что я привык. Главное, что я привык. Главное, что я привык. Помеждать. Главное, что я привык. И вот она. Победа. Приказ верховного главнокомандующего во войска Красной Армии и военно-воскорного плот 8 мая 1940 года В первене представительства командового командования Которые плачьи Сан-Апт А для договора иной эксплуатации Германских воронностей Великая Отечественная война, Которую имел советский народ Против немецко-фашистских захватчиков Победоносно завершилась. Ура! На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит Букеты цветов И вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дымы, А нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, Все судьбы въявил ее следы. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, Горящие русские хаты, Горящий смоленск и горячий рейхстарк, Горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, Но на взгляд этого легче. На братских могилах не ставят крестов, Но на взгляд этого легче. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы с Аркадием много лет дружим с 90-х, С 80-х годов еще по совместной учебе в Москве, В замечательном учебном заведении. Сейчас я не знаю как называется, Раньше это называлось высшая школа КГБ СССР. Сейчас академия, да, Аркадемия? Хорошо. Ну вот, песня, которую Аркадий сейчас исполнил для вас, Мы поем очень часто и дуэтом, Но сегодня вот такая была премьера. Премьера? Волнуешься? Песня памяти друзей, Соответственно, автор перед вами, исполнитель также. АПЛОДИСМЕНТЫ Аркадий Кузнецов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НЕГРАССМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Когда была написана эта песня, Из наших ребят, Будем было по пальцам посчитать, Кто ушел. А сейчас уже очень много. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И сухие глаза, И широкие плечи, И, казалось бы, нет. Для печали причин, Отчего же к столу Наклоняются свечи? Отчего же мы так Виноваты? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вспоминают друзей, Не допивших куплета, Пьем вино за поминку В ледяной тишине. И не верится нам, Что друзей больше нет. К нам приходят они, Хорошую во сне. ПОЁТ ПРОВОЖАЯ ДРУЗЕЙ ДНЕМО ПО БЕЗДОРОЖЬЮ, Мы поем им послед, Чем могли, помогли, Чем могли, помогли. В ОСТАЛЬНОМ ВОЛЯ БОЖЬЯ И СУРОВЫЙ ЗАГОН ВЕЧНОЙ ВЛАСТИ ЗЕМЛИ, Чем могли, помогли. В ОСТАЛЬНОМ ВОЛЯ БОЖЬЯ И СУРОВЫЙ ЗАГОН ВЕЧНОЙ ВЛАСТИ ЗЕМЛИ. В ОСТАЛЬНОМ ВОЛЯ БОЖЬЯ ПОЁТ С НАМИ НАШИ ДРУЗЬЯ Не умеют прощаться, БОЙ ЧАСОМ, СЛОВНО ВСКУ, ИХ ПОСЛЕДНИУ ЖИМЛУ. С НАМИ НАШИ ДРУЗЬЯ Не умеют прощаться, БОЙ ЧАСОМ, СЛОВНО ВСКУ, Не опасны швы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу все узлы развязать С нашей памяти раз навсегда. Полюбить заживешь не во лжи, Без боязни, без зла, без обид, А потому что любовь — это жизнь, Потому что любовь победит. Победит наяву и во сне Только ты в свои страхи порыви. И увидишь, как темная смерть Убегает от светлой любви. И увидишь ты солнце свое, Как впервые прящешь лучи. И услышишь ты сердце свое, Как впервые оно застучит. А ты и детям своим расскажи, Что услышал ты здесь и сейчас. А потому что любовь — это жизнь, И для наших детей, И для нас. И для наших детей, и для нас. Любовь — это жизнь. И для наших детей, и для нас. Любовь — это жизнь. Любовь — это жизнь. Любовь — это жизнь. Любовь — это жизнь. Была другая строчка. Были другие учителя. Это был уже литературный институт. Совершенно замечательная плеяда преподавателей. Лев Ашанин, Евгений Рейн, Старшинов, Евгений Доломатовский. Замечательнейший просто Юрий Левитанский. К нам в гости приходили писатели, поэты. Наум Коржавин к нам приезжал, я помню, эту встречу замечательную литературную. И, конечно, я много чего черпнул из этой учебы, и когда у меня журналисты порой спрашивают, «А что?» Ну, в общем-то, литературная уже история. Ну, спрашивают, вас что там научили, как надо писать стихи? На что я, ничтоже сумняшся, отвечаю, нет, зато я теперь точно знаю, как не надо писать стихи. Вот как не надо писать стихи, там учат очень быстро, потому что графоманство там пресекается на корнём очень быстро, 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 быстро. Ну, это такое лирическое отступление. Для чего? Потому что сейчас год литературы, и я приготовил, я являюсь солистом ростовской нашей областной филармании, поэтому часто езжу, какие-то гастроли, у меня несколько программ. Одна программа по творчеству Висонского, другая программа, которая вот я сейчас езжу, это «Я не видел войны, но я помню». И одна из моих любимых программ – это песни на стихи моих любимых авторов. Я обязательно вас приглашу, следите за афишами, за рекламой, у нас будет целая программа, потому что там я выступаю не как поэт, а как человек, который написал музыку к моим любимым стихам. Там и Лермонтов, и Гумилёв, в общем, созвездие, да, и Пастернак, и, конечно, Шанин замечательный, Высоцкий. Сейчас я вам хочу спеть песню, которая называется «Единственные дни» на стихи Павлиса Леонидовича Пастернака. Это премьера песни, поэтому для меня очень важно. На протяжении многих зим И целая их череда составилась мало-памалу Тех дни единственных, когда нам кажется, что время стало И целая их череда составилась мало-памалу Тех дни единственных, когда нам кажется, что время стало И целая их череда составилась много-памалу Я помню их наперечье, зима подходит, все мединия, Дороги мокнут, с крыши течет, и солнце греется на льдине. И любящее, как во сне, друг другу тянутся поспешней. И на деревьях в вышине потерь от тепла скорейшней. И полусонным стрелкам лень порочится на циферблате, И дольше века длится день, и кончается объятье. И полусонным стрелкам лень порочится на циферблате, И дольше века длится день, и не кончается объятье. И не кончается объятье. И дольше века длится день, и кончается объятье. В литературном институте постиг я тайну мастерства, Как доходить до самой сути и в строчки вкладывать слова. Поэзия и вдохновение, поэзия и ремесло, Звенит в любом стихотворении души прозрачное стекло. Как ослепительно звенели, словно в бокалы на перу, Акрыны, барды, министрели, мои собратья по перу. Нам не забыть дороги эти, ручьи рифмованных чернил. Старик Ашанин нас заметил и, уходя, благословил. Ну что ж, память учителя, светлой памяти, действительно, это был светлейший человек, светлейшей души. Когда я поступил к нему на курс, ему было 80, а мне 25. И я был не самый молодой, нет, я уже был такой, уже послуживший, да. А были, ну, некоторые были со школы. Так вот, я вам скажу, что Лев Иванович, казалось, он моложе нас, каждого из нас. Постольку, ну, знаете, одна из его пицы, да, солнечный круг неба вокруг. Светлая память учителя. Эх, дороги, пыль до тумана. Эх, дороги, пыль до тумана. Пыль до туман, холода, тревоги, да степной бурьям. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Пьется пыль под сапогами, степями, полями, А кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль до туман. Холода, тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, волк кружит. Твой дружок, пыль до туман. А дорога дальше мчится, вылится, клубится. А кругом земля дымится чужая земля. Эх, дороги, пыль до туман. Холода, тревоги, да степной бурьян. Край, страсты, но, увы, солнце встает. У крыльца родного мать сыночка ждет. Эх, дороги, пыль до туман. Холода, тревоги, да степной бурьян. Снег и ветер помним, друзья. На дороге эти пазлы нельзя. Снег и ветер вспомним, друзья. На дороге эти пазлы нельзя. Холода, тревоги, да степной бурьян. Холода, тревоги, да степной бурьян. Холода, тревоги, да степной бурьян. Край, тревоги, да степной бурьян. У нас начинаются большие дела. Ну, я смотрю, вам понравилось петь, да? Давайте вместе тогда ее споем. Следующая песня называется «Ура». Она тоже про наше солнце яркое, наше могучее, замечательное. Это песня, которая, в общем-то, в конце прошлого года, года вышедшего, позволила мне победить в всероссийском конкурсе. Это был первый московский конкурс, открытый среди журналистов. Спасибо. Я вам честно признаюсь, что я в конкурсах не особо участник. А сейчас так совсем давно уже, лет 10-12, наверное, уже в жюри. Сергея Ивановича, аплодируйте. Замечательный конкурс, сколько уже лет проходит? 10 лет. Вот видите, 10 лет. Это конкурс «Ростовские звезды». Вот. Но это был такой конкурс, открытый. Со всей страны приехали люди. И я, в общем-то, сражался, в общем-то, как положено, что называется. Особо я честно вам признаюсь, по-русски говоря, не заморачивался там. Будет этот первый приз, не будет этот приз первым. Это не очень было для меня значимым. Но когда я его получил, то вдруг стало для меня очень значимым. Правда, это действительно было очень приятно. Я получил хорошие отзывы. Эрнест Мацкавич мне вручил этот приз. Мы с ним замечательно обменялись любезностями, какими-то комплиментами, номерами мобильных телефонов. Он поет, сочиняет, поэтому осталась такая дружба. Он тоже, кстати, очень светлый, такой позитивный человек. И вот песня, которая, в общем-то, идет со мной по жизни уже много лет. А эта песня называется «Ура». Давайте мы вместе ее споем, хорошо? Припев простой. Ура! И все. Главное громче и стройней по-нашему, по-донскому, по-казачьи, по-ростовски. Готовы? Да. Николай, вы готовы? Не ровщи. На судьбу не ровщи. Яркий свет за туманом ищи. Встань пораньше сегодня с утра. Солнцу яркому крикни. Ура! На траве серебрится роса, Шелестят вековые леса. И сорока подскажет пора Солнцу яркому крикнуть. Ура! На земле нашему Солнцу яркому Ура! В небе радугам Ура! Вышитающих звезд ура! На земле нашему Солнцу яркому. И в глазах, как живут небеса, И в сердцах зазвучат голоса. Вот тогда и поймем, что пора Солнцу яркому крикнуть. Ура! Не ровщи, да судьбу ровщи. Яркий свет за туманом ищи. Мы встанем раньше сегодня с утра. И что мы солнцу яркому крикнем. Что в солнцу яркому мы крикнем. Громче солнцу яркому мы крикнем. Солнцу яркому мы крикнем. Ура! В небе радугам остура Вышитающих звезд ура На земле нашему Солнцу яркому. Ура! В небе радугам остура Вышитающих звезд ура На земле нашему Солнцу яркому. В солнцу яркого В солнцу яркого Ура вам, друзья! Ура Донской земле нашей! Ура России, матушки! Ура городскому Дому народного творчества! И всем вам! Всем вам и вашим близким! Ну что ж, сейчас Мы выходим на финишную прямую Я вам хочу Сейчас еще одну спеть песню Это будет тоже премьера Так Так Все смешалось в Доме Овницких Так Вот она Отлично Это песня Которая называется Большие дела Это песня Большие дела День Сварога Сегодня для вас В Ростове исполняется впервые Я коснулся на грустью зашел Ясный сок Расправил крыло Месяц Прятал от солнца Свой рог Широко Улыбнулся Сварог Расправил крыло И вот тут Вдруг Душа поняла Что нас ждут Ждут большие дела И душа поняла И душа приняла Что нас ждут Ждут большие дела Расплескалась по небу заря Оборвали водки якоря Но днем он захмелевший пророк И нахмурился с крови Сварог Эй, очнись Чтоб душа поняла Заждались Нас большие дела Чтоб душа поняла Чтоб душа приняла Заждались Нас большие дела И от днем И очнулся пророк И ключом Отомкнул он Замок И огня Вышел он За порок Широко Улыбнулся Сварог Развернись Развернись Да раскуси У дела Начались Наконец-то дела Душа поняла И душа приняла Начались Наконец-то дела Большие дела Наконец-то дела И душа поняла И душа приняла Начались Наконец-то дела Большие дела Большие дела Большие дела Наконец-то дела Как солнце Наконец-то дела Зашел Зашел Аплодисменты Аплодисменты Спасибо Ну вот говорят иногда Такое расхожее бывает Такое Мнение Детское Хорошо там Где нас нет Ну Побывал я там Где нас нет Ну ничего хорошего Поверьте Хорошо там Где мы есть Хорошо там Где мы есть Поэтому наши предки Говорили Гой-э-э-си Что означало Буквально следующее Вижу тебя Здоровым Вот и все То есть Поэтому я рад Вас видеть здоровыми Здесь И сейчас Гой-э-э-си Поль рождет на Руси По снегам По грязи Путь дорогу неси Коллега Это только твоя Безграничная земля Да без крайней края Верным Оставайся Просвету Сердце Береги Блакую Весть Хорошо Не там Где нас Нету Хорошо Лишь там Где мы есть Веси Веси Орежда Моя Веси Ты любовь Попроси Сохрани И спаси Сохрани Ты спасет Отопи А потом Орежда И покажет Тени Веси Веси Орежда Веси 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 Орежда Веси Веси Хорошо не там, где нас нету Не там, хорошо лишь там, где мы есть На Руси Поверь, синил, сенита, спроси Как снегу нас грести, плавно жить на Руси Про другой, идите бою в другой Если ты истой, то есть и дорогой И верным оставайся в расцвету, в расцвету Сердце береги, благую весь, благую весь Хорошо не там, где нас нету Не там, хорошо лишь там, где мы есть На Руси На Руси Поверь, синил, 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 синил На Руси Поверь, синил Поверь, синил, синил, синил Поверь, синил, синил Нашей истории, наших былин То, конечно Мы помним Что символ исполнения наших желаний Был камень, был и есть Камень Алатырь, Алатырь И сейчас для вас Камень Алатырь Надо помнить Свою историю Свои корни Что ж ты, добрый молодец Не весел Что ж ты, руки на груди скрестил От каких-таких дурных извести Свет тебе не бил Белый свет тебе не бил Еще много славных песен Мы споем с тобою вместе Собирайся с другом богатырь И на море, океане, да на острове Буяне мы Ищем камень Алатырь Камень Алатырь Нас с тобой дорога попротает Вспынет звезды Ярче янтаря На душе нам рады Золотая Девять за заря Красная девять за заря Твои оси Ты вечер Весник принеси Благие блестки Ухажай нам путь Через пустырь Прямо к морю Афгану Прямо к острову Яну не Беге Камень Алатырь Ну, хавеям Все проклятья сняты Ну, здравствуй Красная девица Садьян Во свете улыбкаю меня ты И богатыря Друга я богатыря Я глаза открыла Наши души Озарила Оставайся в духе Богатырь Гамоин расправит Крылья Потому что мы Открыли Заповеданный Камень Алатырь Гамоин расправит Крылья Потому что мы Открыли Заповеданный Камень Алатырь На меня Друзья, спасибо, еще одна песня, я недавно исполнял ее, это было 23 февраля, я ездил на военвет, в наш госпиталь, и там для ребят пел эту песню. Она, в принципе, есть аранжированная, но сегодня мне ее хочется спеть вот так, как я ее пел и там, я ее написал несколько лет назад, когда была одна из чеченских компаний, а вот и, ну видите, к сожалению, такая актуальность меня совсем не радует, но, тем не менее, песня называется «Прямая речь». Друзья, спасибо, спасибо, спасибо. Друзья, 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 спасибо. Превращаясь в стариков пацанят Разрываются, как мины сердца Души, словно ПТР, и горят И не знаю я, как сердце сперечь Обожженного войной пацана Да не то время, чтоб глаголами жить Не затем прямая речь нам, да-на Если вдруг я вам, и вы мне друзья А для друзей в лепешку я расшивусь Под предлогом, что не грамотен я Поменяю я предлог Наш союз, и будет прочим наш союз до конца И если выпало мне песни вам петь Я не буду жечь глаголом сердца Постарайтесь Сердца отогреть Ни тюрьмы вам, ни суммы, ни войны Поправляйтесь поскорей, пацаны Ни тюрьмы вам, ни суммы, ни войны Возвращайтесь к материалам Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас песня Которая Наверное, вот так вкратце характеризует Мой взгляд на мир Мое понимание Того, как Все устроено Эта песня называется Свет огонь Эта песня, которая В общем-то, дала такой толчок новый В моем творчестве В том, что я пишу И сейчас этот Ну да, это уже Десять лет прошло В 2005 году Этот альбом был записан Мало что у меня Поменялось В моем взгляде Свет в глазах Да огонь в груди Чего вам желаю Любви Доходя яркой И Света в глазах То есть Видеть Все Что Иногда пытаются От нас скрыть Свет Огонь Свет В глазах Да огонь в груди Свет Огонь Свет В глазах Да огонь в груди Свет Огонь Не лишит Меня Меня Не лишит Меня Огня Даже Свет Не лишит Жадный Жажда Живо Жив И Никто Не сможет Мне Помешать Найти В огне Очищение От зла Что Сгорело То Зала Очищение От зла Что Сгорело То Зала Свет Огонь Что Сгорело То Зала Свет Огонь Что Сгорело То Зала От зла Всего Лишь Дым До Уроки Молодым Чтоб Не Тлели Как Угли Чтоб Сумели Что Могли Не Лишит Меня Меня Не Лишит Меня Огня Никогда И Никому Будет Все По-моему Никогда И Никому Будет Все По-моему Когда Так Свет В глазах Да Огонь В крути Свет Огонь Свет В глазах Да Огонь В крути Свет Огонь Огонь Свет Огонь Свет Огонь Свет Огонь 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 Ну и в заключении сегодняшней нашей встречи песня, которая посвящается вам. Вам, дорогие мои ростовчане, все занчане, дорогие мои земляки. Донская земля, крашен снег на свете, земля донская, чудо хороша. Я полжизни прожил, полпути у меня за плечами. Мне лукавить зачем? Мне лукавить совсем не с руки. Я вам просто скажу, дорогие мои ростовчане, все дончане, Нам землет навезло, дорогие мои земляки. С тех, ковыльну, солнышко греет своими лучами, А в полях к солнцу тянут ладошки свои колоски. Мы добру нададут, дорогие мои ростовчане, Нам с землёй повезло, да, дорогие мои земляки. Но земля без воды, словно сахар без крепкого чая. Но земля без воды, словно сердце без верной руки. Я вам просто скажу, дорогие мои ростовчане, Нам из трехов и повезло, дорогие мои земляки. Дом задумчивый, солнышко греет своими лучами, На удачу забросили удачки в дом рыбаки. Быть добрым нададу, дорогие мои ростовчане, Нам с рекой повезло, дорогие мои земляки. Я полжизни прожил по пути, у меня за плечами. Было в многих местах, но и здесь ощущаю родство. Да потому что, кто в берегу дона, однажды причалил, Ни за что никогда не отчалит уже от него. Спасибо вам, дорогие друзья! Спасибо за внимание, спасибо за память. Много дорогие технические представители. Спасибо организаторам концерта, Сергею Ивановичу Николаевичу. Аркадию спасибо и всем каждому персоналу. Наш Сергей Жирин. Спасибо. Спасибо. Еще раз спасибо. Спасибо. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.